здрасте меня зовут наталья это мой канал моя американская история это видео продолжение предыдущего видео о иммиграционных адвокатов а в первой части этого видео говорила о о том как не попасть в руки мошенникам и аферистам в этом видео я хотела бы рассказать я хотела бы рассказать о иммиграционных адвокатов профессионалов своего дела которые реально вам могут помочь закрепиться в сша и легализоваться а вы знаете я смотрела очень много блогеров которые говорили что в принципе лучше сэкономить деньги потому что действительно адвокаты стоят огромные деньги а и сделать все самому начиная от смены статуса когда вы приехали в сша до получения грин карты вы знаете согласно с я согласна с какой-то частью например наверное не нужно пользоваться услугами адвокатами вы сами это может сделать если вы вышли замуж или женились на граждане или гражданке сша там все четко там расписаны какие документы должны предъявить какие документы вам нужно предъявить для того чтобы доказать что брак не фиктивный что он настоящий и в принципе вас ничего не торопит если вы какую-то ошибку там сделали допустили или если так получилось что вы неправильно что-то написали или не дописали то вам всегда отошли эти документы обратно и попросит исправить а спешки в этом никакой нет почему потому что почему потому что лимита на грин карты по тому чтобы по этому кейсу никакого нет они могут ждать в принципе вас вечно и вот но и опять там просто идет список документов которые вы должны предоставить естественно сэкономите на адвокате я знаю очень много примеров людей которые ранен по английски даже не говорили там одна женщина вышла замуж за мужчина который сюда эмигрировала еще в 80-х годах и он по-английски так себе разговаривал ничего она получила грин карту услугами адвокатами они не пользовались и когда они просто хотели нанять адвокат этот адвокат сам сказал слушайте вы хотите чтобы я с вас дал с вас снял деньги 100 долларов за консультацию только для того чтобы прочитать то что тут уже написано то что вы мне принесли какие документы требуются они просто скачали этот список с сайта с официального веб-сайта далее наверное а адвокат не нужно если вы подаете на воссоединение семьи например вы ребенок вы приглашаете своих родителей вами америку вы хотите чтобы они получили грин карту это лучше делать когда они уже здесь между прочим чтобы они получили грин карту тоже никакой никакой спешки и четко список документов которые нужно представить но если речь идет о том чтобы поменять статус например туристической визы на рабочую или на джей ван а я бы честно говоря рекомендовала взять хорошего адвоката блогеры говорят о том что вы да вы можете изучить свое дело сами да какие документы нужны для смены до статуса или продления например туристический визит ну да вы можете изучить за месяц да хорошо ну блин ну а адвокаты что они зря проучились пять лет в университете вы думаете что вы будете знать за месяц изучив одно дело больше чем они со своим опытом с пятью годами в университетах и колледжах ну кей да вы можете вы будете знать 90 процентов но а счета 10 вы знать не будете это всякие маленькие нюансы и детали которые могут вот так вот повлиять на ам дело на который вы подаете на смену статуса и вам могут просто-напросто это вам просто-напросто могут из-за вот такой вот маленькой детальчики которые вы не знали что-то вы там не дописали или неправильно написали нужно например я просто пример привожу написать вместо недоступной информации если у вас дети вы пишите n-a not available недоступно а там например я не говорю что например надо написать нам или вы написали нолик а там надо писать нам и все из этой маленькой дурацкой детали вам не дадут визу ну например и вот поэтому я вам расскажу сейчас как я находила адвокатов вот как они мне помогли и почему я рада что я к ним обратилась что я не стала все это делать сама что я не решила экономить деньги на это это не экономия это вложение ваше будущее вашу вашу легализацию и так когда я сюда приехала я приехала по туристической визе и мне поступило предложение от работодателя он мне предложил работы работать в детском садике я поехала к адвокату рассказала и это все как я искала адвокатов вы в первом видео видели как я оторвалась на мошенника как и искал адвоката во первых мне нужен был адвокат а у которого есть своя фирма у которого который занимается только иммиграции только миграционными делами больше он ни на что себя не распыляет у него есть лицензия он закончил университет вернее у меня это была она женщина фирму которую она открыла у нее там еще куча помощников студенты паралегалы другие адвокаты опять же которые занимаются только миграции которые да они помогают клиентам заполнять документы но проверяя все эти документы она же а она курирует весь этот процесс а я сделала на нее google search посмотрела по google какие они отзывы то есть когда вы ищете адвоката во первых лучше всего если он работает в какой-то иммиграционной фирме где много адвокатов или по крайней мере если у них у нее у самой у адвоката есть помощники и так далее которые занимаются миграцией второе всегда почитайте отзывы я думаю не думаю знаете я что узнала свой опыт что если адвокат неплохой если он не заваливает дела то отзывы во нем можете даже не найти там или будут хорошие отзывы или вообще никаких отзывов не будет почему потому что естественно когда вы платите деньги и а вам предоставляют какие-то услуги вам продают услуги вам продают продукт вы ожидаете что за такие деньги и продукт будет качествен и то что он действительно качественным вы не будете прыгать вот а вау как он классно он не такой продукт классно такую услугу оказал умница нет это его работа он это должен делать когда вы приходите в магазин покупаете что-то и не знаю и не знаю что-нибудь дорогое там косметику тональный крем за 80 долларов вы предполагаете что да он должен быть хорошим но стоит столько денег точно так же и с иммиграционным догадом но вот если вы заплатите ему большие деньги он завалит этот процесс вот тогда вы потребуете жалобную книгу вот тогда вы напишите плохой ревью а так когда она мне помогла я ничего не писала никакие отзывы я платила ей деньги она обязана была это делать она должна была так поступить поэтому если вы не найдете никакие плохие отзывы это тоже хорошо далее пытайтесь найти отзывы наверное не на их официальном веб-сайте а именно на каких-то нейтральных сайтах опять же в google где-нибудь дальше что я еще искала также я пробовала разговаривать с людьми которым она реально помогла не через знакомого знакомых сказал нет вот реально вот она тебе помогла скажи вот как она тебе помогла расскажи весь процесс это тоже было то есть несколько людей сказали да действительно хороший адвокат ну вот я посмотрела с ней некоторые видео и так далее потом опять же я пришла к ней на консультацию а вот и на консультации в отличие от того моего нью-йоркского друга адвоката она себя вела очень профессионально она мне дала очень хорошие советы например когда подаешь на рабочую визу я об этом уже говорила но опять повторюсь вы можете подавать на рабочую визу не раньше апреля ее вам дают на например в апреле в июне в июле неважно но до октября вы не имеете права начинать работать и вот это она мне сказала что до октября чтобы не выезжать в россию ты должна здесь находиться легально если хотя бы один день у тебя например виза заканчивают 28 сентября ты находишься нелегально а работа ты можешь только первого тебе придется выехать из америки из сша куда угодно мексика канада россия куда хочется ездить пойти в консульство сша той страны опять мексика сша мексика канада россия и там уже получить вот эту визу в паспорт а тебе могут отказать 50 на 50 скажут подожди ты же ехал туристический кого ты приперлась за рабочую визу почему вообще туда там подала на рабочую визу так ты еще и продляла туристическую там не едь домой вот поэтому она сказала как бы здесь в америке на это глаза немножечко закрывает они не настолько строгие ну да вот я приехала по туристической визе чтобы пробыть здесь легально до октября я подала на опродление этой туристической визе поэтому до октября там какого-то я абсолютно легально находилась и поэтому 1 октября начала работать уже на свою компанию мне не пришлось выехать из сша вот например она мне это сказала ну еще нет много всего говорила полезного если решил да она будет моим адвокатом эта женщина на русская но она и говорит и хорошо по-английски что у нее она наверное за того что он по-русски говорит двуязычная она конечно брала очень дорого очень дорого брала то есть другие адвокаты брали намного меньше я не жалею что я обратилась к ней за сменой туристической визы и за рабочей визы но рабочую визу оплатил все расходы а мой работодатель почему вы знаете опять детальки нюансы которые я не знала потом все документы которые я подписывала на продление рабочий на продление туристической визы на рабочую визу ну если бы я изучила умею неплохо английский я свободно говорю ну да я собрала бы все эти документы наверное все которые там нужно вот ну все равно я многого не знала опять не могла что-то неправильно написать заполнить и мне могли просто на просто отказать поэтому когда она присылала мне эти бумаги на подпись я смотрел а я бы не так написала я бы по-другому написала если бы сама это дело а тут я вообще ничего не написала пропуск бы поставила она вам что-то написала поэтому вот эти вот все детали конечно они важны а далее она мне помогла с продлением туристической визы она мне подал помогла с рабочей визой но когда я подала на грин карту через работодателя она как я уже говорила состоит из трех этапов получения грин карта через работодателя это получение рабочего сертификата это получение разрешение на работу на путешествие вне страны не сша и потом уже грин карта вот она мне как раз завалила рабочий сертификат тут и моя конечно доля вины была и и естественно маленькая деталька когда вы отправляете я не знаю как насчет там этих когда вы замуж выходите все такое на семью вы до подаете там могут быть может быть если у вас ошибка не вернут документы чтобы вы исправили опять потому что нет число виз не ограничено на работу число виз ограничено рабочий виз ограничено неправильно написал все отправляем обратно иди гуляй а что хочу сказать что ни одной ошибки допустить нельзя когда вы заполняете эти бумаги поэтому я доверилась профессионалу у которых был опыт в этих делах которых есть образование вот маленькая деталька и все вот с этим рабочим сертификатом то же самое нельзя не допустить ни одной ошибки одну ошибку допустил звонишь ой блин подождите я там ошибку сделал пожалуйста верните нет это ушло твое время ушло надо было все вовремя делать взял ошибку подавать заново заполнять заново документа это довольно таки длительный процесс даже подачи на этот рабочий сертификат окей ну а речь не о том как она мне завалила она неправильно написала циферку вместо 2008 года написал в 2006 и все и мне рабочий сертификат не дали то есть я очень конечно не разочаровалась после этого вот но после ну через две недели после этого мне пришло письмо а что и тогда по почте не приходили сейчас это не по почте сейчас вы сами можете проверять что я выиграла грин карту то есть не грин карту самая выиграла возможность подать на грин карту ну вот это я играла в грин карту лотерею два года я играла на 2 года и выиграла окей я не хотела вообще-то с ней это делать но я подумал да блин я выиграла грин карту ну чё там сэкономлю деньги и когда начала читать инструкции для тех кто живет для тех кто выиграл грин карту за пределами а сша легко вообще-то получить грин карту там там несколько шагов они подробно расписаны очень легко что надо делать а для тех кто живет сша для места цены я уже не понимаю чего нет меня хотят вообще не понимаю что они от меня хотят я звоню а своему другу который также выиграл green карту говорю слушай не понимаю там столько всего стойкого и не понимаю что мне нужно делать слушай у меня был адвокат он американец оба русский не говорит женат на русской но по-русски не говорит американец американец джонова завод к нему он тебе во всем Он нам помог, когда мы выиграли грин-карту, он еще помог со студенческой визы. Вместо того, что про студенческую визу, ребят, адвокаты не нужны со студенческой визы, потому что когда вы делаете студенческую визу, вы делаете ее в каком-то университете или колледже. А если вы делаете ее в университете и в колледже, то там есть свой адвокат, который вам поможет, который намного в разы меньше возьмет денег. Если там обычный адвокат возьмет с вас полторы тысячи, то адвокат, который в колледже, он возьмет с вас 500 долларов. Например. То есть ему платят зарплату за то, чтобы он помогал уностранным студентам. Окей, ладно. Позвонила я этому Джону, встретилась. После того, как я с ним встретилась, я очень сильно пожалела, что я изначально не пошла к нему со своей туристической визой, рабочей визой. Очень приятной, очень профессиональной. Он, опять же, у него была фирма, он работал в фирме, в иммиграционной фирме, где была куча адвокатов, там их штук 20 было. Они занимались только иммиграционными вопросами. То есть у него не один, он не один там в офисе сидел. Ну вот. Что я хотела сказать-то? Опять же, он мне много нюансов всяких сказал, о которых я не знала и не узнала бы, если бы к нему не приехала. Например, опять же, что ты должна находиться легально, пока ты не отправишь все эти документы. Он мне сказал, что я не могу, например, когда ты выиграешь грин карту, я не могу прям сразу же подавать. Нужно ждать определенного времени. Я об этом расскажу в другом видео про получение грин карты на территории США по лотереи. Вот, как это все происходит. Не хочу время сейчас тратить, я так уже 16 минут убежала. Ну вот. Почему мне с ним было приятно работать? Во-первых, он обговорил цену. Цена эта в разы была меньше, чем которую мне брала вот эта русская адвокатша. Все это было меньше, 800 что ли долларов, или 900, по-моему, 800-850. У меня же глаза, вау, так мало, потому что она за, не рабочую, не знаю, рабочую, но вообще, мой работодатель платил немыслимые деньги, за туристическую визу, за продление, она потом полторы тысячи взяла. Далее, что мне понравилось у американца. Он мне сказал, все, да, супер, ты со мной сотрудничаешь, давай мне чек на 800 долларов, и я все сделаю. Нет, как моя адвокатша сделала. То есть, да, я с вами буду делать туристическую визу, хорошо, выписывай мне чек, полторы тысячи, и мы ее делаем. А когда я спросила про рассрочку, я говорю, можно, я не знаю, по 300 долларов каждый месяц, я говорю, да, без проблем, можно. Только каждый раз, когда 300 долларов платишь, ты еще платишь 30 долларов дополнительно, только потому, что мы тебе даем возможность делать это все в рассрочку. Я не знаю, какие-то проценты там бешеные были за это, такое никто не делает никогда, вот эти вот payment plan. Окей, whatever, я просто выписала ей полторы тысячи, я чек, и все. С ним было по-другому, он говорит, окей, ты мне будешь платить в рассрочку. Сначала вот ты мне сейчас заплатишь 200 долларов. 200 долларов, это 100 долларов консультация, да? Ну, в общем, два каши еще за консультацию отдельно, помимо всего, взял 100 долларов. А он мне сказал, вот ты мне 200 долларов платишь, это включает консультацию, которую я тебе дал. Я с ним просидела там часа-полтора. Это включает то, что я сейчас делаю ксерокопии всех документов, отберу, какие нужно, какие не нужно, заполню все это. Потом я пришлю тебе, чтобы ты туда-сюда не моталась, как я моталась, в Вирджинию из Мэрилэнда. Я тебе сам это все пришлю, на метро моталась. У меня машина тогда не была, ужас, с несколькими присадками, на автобусе пешком. Ну вот, я тебе это все пришлю, тебе на квартиру это все пришлю. Ты мне подпишешь, вот тогда ты кладешь еще один чек на 500 долларов, а это будет только летом. Я к нему поехала в апреле, в мае первый раз, потом это было уже летом. Вот летом ты мне уже заплатишь 500 долларов, отошлешь чек. В эти 500 долларов будет входить то, что я опять их соберу, все эти документы по порядку. Отошлю это в, как его называют, в иммиграционную службу. Все эти документы. И мы будем ждать до октября, когда ты можешь подавать. Потом я вместе с тобой иду в суд, не в суд, как он называется, в эту иммиграционную службу, абсолютно в другой город туда ехать час от меня. Вот, он приедет. Опять же, моя, это русская адвокатша, она за это отдельную плату брала. Да какую плату? Там час стоит от 200 до 400 долларов. А у него это все включено. То есть в эти 500 долларов все. Я еду с тобой, потом проходишь интервью, и ты мне 200 долларов, которые там, например, остались, ты мне уже платишь только после того, как к тебе придет гринкарта. То есть так и получилось. В мае я заплатила 200 долларов, в июле я заплатила 500 долларов, и гринкарта мне пришла в ноябре, я сошла 200 долларов еще. То есть я даже не поняла, было настолько незаметно, мне было очень легко и незаметно, как я все эти деньги ему заплатила, потому что это все было в течение каких-то там трех разных месяцев. С русскоязычными адвокатами большинству вы должны прям сразу все отдать, что очень полтора тысячи сразу отдать, ну, все равно это много. Одно дело, когда ты по 200, 500, 200 отдаешь раз в каждые три месяца. Вот. И действительно, он, конечно, умница, он мне, он опять, опять, я не жалею, что к нему обратилась, он мне очень помог, и на собеседовании, как раз в иммиграционной службе. У меня английский хороший, ничего не могу сказать, у меня проблем никогда не было, даже когда я первый раз сюда приехала. Но меня интервьюировал дядечка, он индус, по-моему, из Индии, очень хороший дяденька, но он говорил с акцентом, и некоторые слова я не понимала, и он у меня такой вопрос спросил. Что? Как имя твоей мамы? Он мне такой, what is your mom's past name? Past name, past name, окей, наверное, last name. Я ему говорю, какая у нее фамилия ее. Он говорит, нет, у тебя тут по-другому написано. Я говорю, ну так вы меня спрашиваете, какой у нее last name? Он говорит, да не last, а past, past. Я говорю, что она от меня ходит, как past? И тут мне мой адвокат с его английского переводит на английский-английский, американский-английский. Он говорит, да не past, а first name. Я говорю, вау, я вообще не вняла. И когда потом слышала, я говорю, вообще, надо же как. Вот, спасибо, что он рядом со мной был. Мы, конечно, выяснили, но сколько бы это заняло времени. Ну вот, далее. Я не жалею абсолютно, что я также обратилась к нему на получение грин-карта, потому что, посмотрите, вот эта стопочка. Я не знаю, видно тут. Вот вся эта стопка бумаг, это все, что собрал адвокат на грин-карту. Смогла бы я это все собрать сама? Не знаю, может быть, смогла бы, конечно. Половина была неправильная, половину бы я пропустила. Очень много документов. И опять, когда я смотрела, как он их заполнял, опять, а я бы не так бы написала. А вот тут я бы пропустила, а вот тут бы я еще что-то сделала. А вот это, вообще, даже это не прикрепило документам. Понимаете? И опять же, как и на рабочую визу, число грин-карт ограничено. Всего 50 тысяч со всего мира. А выбирают 120 тысяч. Более того, подал один мужик, а у него, там, какой-нибудь, я не знаю, из, я не знаю, там, Саудовской Аравии, у него там жена и 20 детей, или еще там 20 жены, не знаю. И им всем по грин-карте, ну, например, муж, жена и трое детей. Вот, подал один, а получает 5. На 5 грин-карт меньше. Поэтому ошибку допустили, то измени, ошибку. Все, у нас еще, вон, 80 тысяч стоят на очереди на грин-карты. И все. Поэтому лучше, мне кажется, все-таки найти хорошего адвоката, не рисковать, вложить деньги в себя, в свою легализацию, в документы. Вы не пожалеете. Вот, ну, опять решать вам. Мне адвокаты очень сильно помогли. Все, спасибо большое за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok